В ночь с 24 на 25 декабря на реке Обь произошла трагедия. Двое мужчин провалились под лед, катаясь на снегоходах. Бердские спасатели отправились на поиски, однако пока удалось обнаружить лишь технику на дне реки. Поднять ее на сушу в настоящее время не представляется возможным из-за погодных условий. Подробности в следующем сюжете. Тарковая ночь сыграла злую шутку с любителями прокатиться на снегоходах в темное время суток. Двое жителей Болотнинского района на высокой скорости катались по реке Обь в районе поселка Устула, не заметив, что в один миг лед кончился. Мужчины сразу ушли под воду вместе с тяжелой техникой. Все это увидел их товарищ, находящийся неподалеку. Если бы этого третьего человека не было, в общем-то даже не знали, где они погибли, не нашли бы даже места, потому как их движение на снегоходах замело, и следов невозможно было обнаружить. Но в настоящий момент данной ситуации ясно, что люди погибли. 25 числа на поиск пропавших мужчин были брошены силы полиции пожарно-спасательного гарнизона. Помогло и местное население. Удалось найти место провала. 26 числа берские спасатели с водолазным снаряжением отправились на поиск тел утонувших мужчин. Увы, погибших найти не удалось. Только технику. Водолазная группа поработала, обнаружила снегоходы под водой на глубине около 4 метров, но тела не были обнаружены. Работу закончили в связи с тем, что было на самом деле очень сильное течение, и есть предположение, что людей утащило под лед, и их невозможно было обнаружить. Для операции берский поисково-спасательный отряд привлекал КАМАЗ и четырех водолазов. Николай Ярманов отмечает, искать погибших уже бесполезно. Они находятся подо льдом, а течение унесло тела далеко от места происшествия. Спасатели напоминают, лед в местах быстрого течения реки крайне непрочен. Передвигаться на транспорте в районе таких участков опасно, особенно в темное время суток при плохой освещенности. Цена подобных выездов высока. Человеческая жизнь. Сотрудники МЧС всегда на стороже. Выезды на реальные операции сменяются тренировками. На вооружении у берского ведомства техника высокой проходимости. Судно на воздушной подушке Арго, которое легко передвигается как на воде, так по снегу и льду. А вот вездеход Трекол, который может двигаться с минимальной нагрузкой на поверхность. Его выдержит даже тонкий лед толщиной до 20 сантиметров.